Здравствуйте! В удивительное время мы с вами живем в современных технологиях. В этом видео речь пойдет о технологии, именуемой как соцфишинг. Многие, наверное, слышали об этом, а многие, наверное, и нет. Вкратце, технология позволяет вытянуть контактные данные с человека, потенциального клиента, который зашел на ваш сайт и не произвел никаких целевых действий, закрыл вкладку браузера, не совершил целевых действий, это значит, он не оставил заявку, не отправил через форму свои данные, он не позвонил сам с вашего сайта, никуда вам не написал, ничего не сделал. Просто зашел на ваш сайт, случайно ли он зашел, или ему что-то не понравилось, он закрыл вкладку. По факту мы потеряли этого человека. Человека нет, но его телефон остался. И дальше уже зависит от вашего искусства убеждения. Вы звоните этому человеку, который зашел на ваш сайт и рассказываете о своем уникальном торговом предложении, а насколько оно хорошо и почему нужно обратиться именно к вам. Ваш сайт был неубедителен, человек закрыл его. Но у вас есть еще один шанс поговорить, позвонить и убедить, что человек должен заказать, купить именно у вас. И это законно. Как это работает? Как это устроено? Давайте подробнее посмотрим в этом видео. Речь пойдет о сервисе. Условно-бесплатном. Каким сайтом подойдет данная технология? Больше подойдет с сайтом те, которые ведут рекламную кампанию где-либо. То есть тратят немалые деньги на рекламу, например, Яндекс.Директ. Все мы знаем, что там деньги списываются за клик. То есть человек перешел по рекламе на ваш сайт, деньги с вашего бюджета списались, а человек не совершил никакого действия, не оставил своих данных, не контакт и ушел. Но телефон вы можете получить. Таким образом, все-таки зацепиться за потенциального клиента, который на сайте ничего не сделал. Таким образом, есть некая экономия бюджета, если вы сможете по телефону превратить, так сказать, этого лида в своего клиента. Вот так выглядит первый экран сервиса сайта по предоставлению услуг соцфишинга. Ссылку на данный сервис, если вы смотрите видео с YouTube, я оставлю в описании под этим видео, либо в соответствующей статье на своем сайте fedorvasiliev.com Давайте сначала пробежимся, ознакомимся, какие данные может собирать данный сервис. Отличие бесплатного тарифа от платного. Здесь очень важный есть нюанс. То есть сервис вы можете сразу сейчас подключить абсолютно бесплатно к своему сайту и посмотреть вообще, как это работает. Здесь даже на первом экране видно, какие данные вы можете собирать. Это не только телефон. Это и его страничка ВКонтакте, мой мир, Twitter, YouTube. Это все видно здесь. Вообще здесь на сайте все расписано. Вы можете сами ознакомиться, но я хочу подчеркнуть некоторые моменты, чтобы вам стало максимально понятно. Следующее преимущество, если стоят какие-то заморочки по поводу создания текста политики конфиденциальности. В любом случае по закону такая информация, просто текст на сайте, что вы собираете какие-то персональные данные, это имя, телефон, email и так далее. Она должна присутствовать на любом сайте. Но здесь, если вы будете пользоваться сервисом, то можно даже и не заморачиваться по поводу текста политики, так как можно использовать политику, готовую политику конфиденциальности данного сервиса. То есть мы просто устанавливаем кусок кода скрипт, который нам предоставляет данный сервис к нам на сайт, и у нас уже будет выводиться политика. И вот как она будет выводиться, я здесь немножко поподробнее расскажу. Ниже вы можете видеть бесплатный, прям сразу можно нажать регистрация. Мы сейчас, кстати, произведем регистрацию, заодно посмотрите процесс, как это выглядит, где смотреть данные и так далее. Ну и про версия, вот 1055 рублей в месяц при условии оплаты за год. То есть скидка есть, когда оплачиваете на год. И вот смотрите, здесь, конечно же, все вроде расписано, что доступно в бесплатной версии, что в платной. Но я хочу вам сказать из опыта. Если вы только хотите протестировать, бесплатная версия вам подойдет. Если же вы хотите реально собирать контакты людей и сидеть на бесплатном тарифе, то это бесполезно. Я объясняю почему. Здесь вы теряете горячий трафик. Дело в том, что в бесплатной версии данного сервиса телефоны, те данные, которые сервис смог идентифицировать с вашего сайта, то есть получить эти данные от человека, вы сможете увидеть эти данные на сервисе только спустя 3 дня. Получается, за эти 3 дня мы теряем горячий трафик. Горячий трафик – это те люди, которые быстро ищут реализации своих задач. То есть за 3 дня, пока мы узнаем телефон, человек уже, скорее всего, найдет вашего конкурента или еще что-то. Он уже совершит действие, он уже оплатит другому человеку. Вы начнете ему звонить, а он вам скажет, что, извините, я уже оплатил услугу, купил товар, все. По сути, бесплатный тариф – это только для ознакомления. Вам говорю из опыта. Реально вы не сможете просто реально контакты собрать. Ну, в смысле, вы будете их собирать, но это бесполезно. 3 дня – это очень много. В платной же версии вы получаете мгновенно контакт. И то, что в бесплатной версии вам придется заходить в админку этого сервиса и смотреть, какие данные он вытянул, получать телефоны именно со страницы сервиса, в платной же версии можно подключить Telegram. Автоматически, моментально туда будет уходить к вам через бот Telegram. Там информация, которую сервис мог идентифицировать с вашего сайта. Плюс можно делать экспорт в Excel и отправка на почту. То есть, конечно, здесь, если серьезно вы подключаете сайт уже к платной рекламе, то бесплатный тариф. Но это смешно на самом деле. И теперь немножко как работает. Вот здесь вот есть такие интересные пункты, которые я вам рекомендую почитать. Вопрос-ответ. Давайте перейдем в другие ответы на популярные вопросы. И смотрите, я перехожу, и у меня вот такое вот окно политики конфиденциальности, раз оно мне сейчас показалось, давайте сразу об этом и поговорим. Есть два варианта отображения политики конфиденциальности, которая будет отображаться именно от этого сервиса. Да, конечно, мы можем отказаться, если она нас не устраивает по дизайну еще как-то, и использовать свою политику конфиденциальности на сайте. Для этого необходимо просто в настройках кабинета этого сервиса переключать или один переключить. Мы сейчас с вами это посмотрим. И есть два варианта использования политики конфиденциальности. Внизу вот такая вот плашка с кнопкой «Принять», и сайт будет виден сразу. Или вот так вот сразу затемняться будет экран. В центре экрана будет такое всплывающее окно с текстом политики. Дело в том, что сервис не будет получать, идентифицировать людей, пока человек не нажмет, например, на крестик «Закрыть» это окно всплывающее. Даже когда он нажимает на крестик, он соглашается с политикой конфиденциальности. Это в рамках закона. То есть нельзя вытягивать телефон, пока человек не согласится с политикой. И данный сервис этого делать не будет. Он не будет идентифицировать людей, пока человек реально не нажмет на крестик «Закрыть» или не нажмет на кнопку «Принять». Но если мы будем выводить только нижнюю вот эту плашку с текстом принятия, из статистики, как правило, люди игнорируют эту плашку внизу, смотрят сайт, оставляют заявку или не оставляют, уходят, не нажимая на кнопку принять. Таким образом мы этих людей теряем. Сервис не будет их идентифицировать. Поэтому здесь есть рекомендация выставить вот такое вот окно, сразу всплывающее на сайте. Человек вынужден нажать на кнопку закрыть, тем самым соглашаясь с политикой конфиденциальности, а значит сервис его идентифицирует. Но есть еще один тут недостаток. Многих это может испугнуть и они даже на крестик здесь не нажмут, а нажмут на вкладку закрыть окно браузера с вашим сайтом. Таким образом таких людей мы тоже теряем. Здесь стоит выбор и я рекомендую именно вот такое всплывающее окно оставить большое. Все-таки шанс большой, что человек нажмет закрыть. Дальше он увидит ваш сайт и уже оставит он заявку, не оставит. По большому счету, наверное, не важно, так как телефон его будет идентифицирован и его вообще данные, где он может там быть ВКонтакте, еще где-то. Да, конечно, лучше, чтобы он с вашего сайта все-таки оставил заявку, потому что это 100% скорее всего ваш уже клиент. Здесь я нажимаю на крестик. И давайте посмотрим, какие здесь есть важные моменты, которые надо подчеркнуть и которые вы должны знать. Хочется подчеркнуть вот этот пункт. Сколько сервис определит данных и какие будут контакты. Здесь вот все написано. Видите, в среднем сервис идентифицирует 10% контактов от уникального количества посетителей на вашем сайте. При учете, трафика 50 на 50, мобильный и ПК. Если мобильный трафик у вас мало, то вероятно всего данные будут мало. Ну вот тут все понятно, прочитайте. Я просто здесь вот подчеркиваю, какие моменты вам прям надо прочитать, чтобы вы понимали. Со стороны поисковых машин, да, поисковые системы блокируют сайт. На сегодняшний момент существует малая доля вероятности попадания сайт под санкции Яндекса. Порядка 0,1%. Вот это тоже я рекомендую вам прочитать. Также это легальный способ получения контактов, чтобы вы не переживали по поводу закона 152 ФЗ. Для размещения скрипта на сайте вы соглашаете, что ваш сайт соответствует требованиям. Ну, короче, они говорят про политику конфиденциальности. Если мы используем с их сайта сразу от скрипта, да, ихнюю политику, то мы можем об этом даже не переживать, здесь все в порядке. Вот еще момент важный, который хотелось подчеркнуть. У меня меньше 100 уникальных посетителей в сутки будет работать? То есть, получается, сайт вы только сделали, у вас лендинг, и вы не подключили к рекламе, ну, скорее всего, у вас даже не будет 100 уникальных посетителей в сутки, ваш сайт просто не увидит. Скорее всего, это больше подойдет, если вы все-таки даете рекламу, когда трафик все-таки идет из рекламы. И вот они пишут, да, в среднем 10% от уникального трафика 50 на 50. Мобильные ПК. С основной информацией мы с вами посмотрели, более детально вы прочитаете сами. Теперь по технической части, да, как здесь авторизоваться. Смотрите, здесь есть кнопка входа, если с этой страницы, да, я нажимаю вход. Я нажимаю здесь ссылка регистрация. Здесь просто указан email. Сервис на этот email вышлет вам пароль, но здесь удобно. Он сразу вам предложит создать свой пароль. Если вы привыкли пользоваться каким-то паролем, который вы запоминаете, вы сможете его здесь ввести. Итак, я ввожу свой почтовый ящик, нажимаю отправить пароль. Регистрация. Ваш пароль был отправлен, нажимаем здесь окей. Вот это окно, сразу вы тоже его увидите, установите ваш пароль. Вводим пароль, нажимаем сохранить. Сервис достаточно прост. Да, кстати, сразу предлагает скачать текст с вашими данными на компьютер от этого сервиса, логин и пароль. Это очень удобно. Я этого делать не буду. Первое, что мы здесь делаем, нам нужно добавить сюда свой сайт. Вот в это поле. У меня есть некий тестовый сайт. Я возьму его адрес. Адрес проставляем в это поле. Дальше выбираем тематику нашего сайта. И нажимаем подключить новый сайт. Как только мы это делаем, вот здесь вот появляется окно. Неограниченное количество, кстати, сайтов можете подключить и в бесплатной версии. Вот видим, наш сайт подключен. Теперь нам нужно разместить некий JavaScript код на наш сайт, чтобы сервис мог идентифицировать пользователей сайта. Здесь есть две кнопки. Шестеренка и зеленая кнопка JS Script. Синяя кнопка шестеренки по клику. Как раз о чем я и говорил. Укажите ваш email для отправки данных с этого сайта. Доступно только в Pro-версии. Email указываете и вам не придется заходить сюда, в админку сайта, смотреть какие контакты он получил, если, конечно, вы используете Pro-версию. То есть вводите email здесь и нажимаете редактировать подключение. По поводу Pro-версии, когда вы бесплатную протестите, вот здесь вот у вас будет такая маленькая иконка. Нажимаете здесь. Здесь есть тарифы Pro. Переходите в тарифы Pro, нажимаете активировать и просто выбираете на месяц, на 3 месяца, на 12 месяцев. Оплатите, и можно картой банка вашего оплатить. Оплата сразу проходит, и сервис становится у вас Pro-версией со всеми его плюшками, скажем так. Возвращаясь, кликаю по данные о посетителях. Кстати, вот здесь вот нолик стоит. Здесь как раз таки и будут все данные. Здесь будет некая диаграмма. Показывает некую статистику. То есть даже в бесплатной версии, прямо отсюда вы сможете видеть эти контакты. Дальше я кликаю вот здесь в подключение. Подключить сайт. Там, где мы с вами уже подключили сайт. Теперь я нажимаю на кнопку JS Script. Здесь на самом деле вот три варианта. Один, они помечены. Два, три. Мне, в принципе, и большинство сайтов подойдут вот эти вот. Этот первый вариант. Вы полностью вот этот код, который здесь есть, вы его выделяете. И копируйте. Сейчас его нужно будет разместить на сайте. Но перед размещением, вот здесь вот внимательно посмотрите. Добавить в скрипт соглашение о конфиденциальности. Это вот как раз таки, чтобы текст политики сразу появлялся. Именно от этого сервиса. Если вы там не заготавливали политику, ну вообще я рекомендую, наверное, прямо от этого сервиса брать данную политику. Если же нет, то переключатель вы вот так переключаете. Скрипт, естественно, у нас меняется. И дальше очень важно. Сразу разворачивать соглашение и увеличить количество данных. Это говорится о том, о чем я уже только что вам сказал. И точка здесь стоит как раз. Хотите больше данных получить, оставляйте эту точку. То есть человек зашел на сайт и сразу увидел это всплывающее окно в центре экрана с политикой конфиденциальности. Если все же нет, то ставим точку, полоску внизу страницы. При повторном заходе показать соглашение. То есть вот как тут стоит, я и рекомендую так оставить. Итак, я код скопировал. Дальше я перехожу в админку своего сайта. У меня конструктор. Здесь я перехожу. Сайт. У вас может быть любой другой сайт. Посмотрите, что код нужно разместить повыше. К шапке сайта это head. У вас это может отличаться. Вот так вот я это вставляю. У меня это Joomla, это Gridbox. У вас может быть WordPress, шаблон, все что угодно. Вы должны на своем сайте найти, если есть такая возможность, вставить код. Именно в head. Если такой возможности нет, то придется через файлы лезть через FTP и внедрять данный код. Здесь уже, конечно, нужны знания. Итак, код на всех страницах будет размещен здесь. Я закрываю это окно, нажимаю сохранить. По сути, у меня уже должно все работать. Давайте посмотрим. Я обновляю фронтальную часть сайта. И вот вы видите, да? Сайт подгрузился. Вот, все. И вот такая политика у меня сразу показывается. Все. По идее, вот так вот и рекомендуется оставлять. Человек по крестику закрыл. И, по сути, согласился с политикой конфиденциальности. По сайту погулял. Заявку, например, не оставил. Сайт закрыл. А его телефон в бесплатной версии только через 3 дня вы увидите. Также со страницы, где вы сможете смотреть статистику. Вот есть кнопка экспорт данных. Тоже видите, у вас бесплатный тариф. Экспорт будет делать нельзя. У меня есть возможность и показать вам про тариф данного сервиса. Как это выглядит на начальном этапе, когда он только зарегистрирован. Уже ведется какая-то некая статистика. Сейчас перед вами именно аккаунт, купленный про версии. Вот первый контакт. По плюсу можно нажать, видеть его некие данные. Дальше кнопка экспорта. Смотрите, если я нажимаю, данная опция у меня работает ниже. Показано, что я могу подключить Telegram. И инструкция, как это сделать. И видите, социальные сети ВКонтакте, email, телефон. Это те данные, которые я смогу получить. Например, кликнув на телефон, возникает окно. Но в Excel скачать всю информацию. Вот это здесь видно. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, для вас было все понятно. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...